153 миллиона рублей! Столько потратили на закупку всем известного противогололедного материала Бианорд. Этот документ попал в распоряжение городскому депутату Роману Крастилеву. По его словам, добиться конкретных цифр от чиновников было очень сложно. Тогда-то народный избранник и понял, что, видимо, это неспроста. Но после нескольких запросов результат был получен. Выяснилось, что тонна Бианорда обходится в Красноярску в 26,5 тысяч рублей. При этом жалоб на него по-прежнему очень много. Это сумма для того, чтобы понять ее размер, сопоставимо со строительством детского сада или, допустим, с проведением выборов главы города. Тем не менее, администрация не отступает в своем упорстве ее использования. Но, собственно говоря, вот это упорство и послужило намеком нам, подсказкой. Но, видимо, здесь речь уже не о комфорте и не о стандартах содержания дорог, а есть заинтересованность уже неких должностных лиц, нужно выяснять, каких уже экономическое в его использовании. Ну вот ответ этот подтвердил наши опасения. Собственно говоря, теперь будем дальше продолжать бороться. Путем простого поиска в интернете депутаты выяснили, что противогололедный материал поставляют в город с 15-процентной наценкой. На сайте производителя можно закупить Бианорд на 3 тысячи дешевле, чем закупают муниципальные предприятия. Оказалось, что Реагент поставляет местная фирма, которая раньше занималась благоустройством. Получается, что компания покупает Бианорд у производителя и продает муниципальным предприятиям уже с наценкой. Большую часть Бианорда в прошлом году закупило специализированное автотранспортное предприятие. Там не стали комментировать цену за партию. В администрации города говорят, что предприятие само выбирает, как потратить бюджетные деньги. Главное, чтобы контракт выполнялся. Само предприятие решило, что для того, чтобы качественно убирать дороги, которые им вверены, им нужно вот столько-то тонн Бианорда. Они не просто так покупают, идут на рынок или в магазин, ищут там самую маленькую цену и покупают. Они так не могут. Это муниципальное предприятие. Оно должно объявить конкурс. Точно так же на электронной площадке объявляется конкурс, но не по 44-му федеральному закону, а по 223-му. Там немножко другие условия, но это все равно конкурсная процедура. На него заявляются участники, и только с тем, кто победил в этом конкурсе, они могут заключить контракт в итоге. Судя по информации сайта госзакупок, в торгах на поставку противогололедного материала участвует только один конкурсант и побеждает по решению комиссии в торгах. Депутаты уже направили информацию в антимонопольную службу и краевую прокуратуру, чтобы там разобрались, насколько законно проходят торги. Антон Шевчук, Михаил Ткачуков, Фондова новости.